Следующий вопрос, думаю, каждому из вас. На какой вопрос вам хотелось бы самим ответить, но вам его никогда не задают? Какой вопрос? Мне кажется, это важнейшее вопрос для каждой человека, или счастлива ты? Ну, в реале, реально счастлива. Ты можешь себе ответить честно, или счастлива ты, человек? Вот это, может быть, то вопрос, которое можно даже самому себе очень часто... И очень долго можешь про него хоть полдня рассказать. Да, да, и в реале, ты, мабуть, на него 100% и не дашь правильную ответ, и честную ответ, это, мабуть, не главнейшее. И еще, как говорят, что правильно ты живешь, что правильно ты каждый день свой... Розраховываешь, что нужно сделать, как сделать, что стыкаешь это сделать. Ну, планировать нужно обязательно, не можешь так прокинуться, и я не знаю, что для чего. Плануй, делай 10-20, если ты хоть половину, то выполнил это уже. Да. Если бы у вас был миллион долларов, что бы вы приобрели? Мало, мало, давай ты там, 20, что за миллион? Ну, это вопрос, наверное, с 97-го года к нам поступил. Вот, ну, про один миллион. Ну, допустим, если у нас много денег, да, ну, там прям свалилось много денег. Я бы купил, в первую очередь, ну, одно из самых необходимых вещей, чтобы спрятаться от дождя, это квартиру. И от холода. Я бы купил собственную квартиру. Большую и маленькую. Большую – это дорого обслуговывать. Нет. А убирать? Убирать. А я люблю убирать. Я люблю сам убирать. Проснуться и убирать. Как так, порядок в доме, порядок во всем остальном. Купил бы все в квартиры. Все в квартиры, домы. Купил бы многоэтажный дом, да. И всех бы построили на самом деле. И всех бы, да, все. Тут и репетиции. И репетиции, и завт для съемок, и студия. Все бы мы сделали. О, круто, все. Хай падает в юбилеон. Да, все. Все чувства, все бачили, все пришло. Если у вас есть лишний миллион долларов в США, обовязково давайте его сашим. Вильям правильно выкористаем. Построим гостиницу, да, которая будет называться… Нет, ладно, не хочу гореть, но будет называться. У меня миллион есть, но мне, ну, что, миллион подряд, что там подряд. Слушайте, а вы не хотите в гостиницу построить? Не будете репетиционными, да? Да, да, не просто башками в сейфе лежите. В этой миллион моей работе працюем. Вот, правильно, это же крайний проект. Вот я прощу, я повесково в плятах в песне есть. В плятах в песне у меня есть видеостудия, аудиостудия, балетный класс с зеркалами, фотостудия, физический класс, обладнение, аппаратура, светло, сцена 10 на 8 крытое, трайлер, автобус. Ну, все, что для… Все необходимое. Для успеха, позитора, и, 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 все необходимое есть. Это я сегодня, один шортовый миллион, протягом 30 лет своей творческой деятельности, я взбирал, 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 10 лет. Вот у меня это все есть. А театру, по-моему, уже театру песни 21 лет. То есть моей команды, яка за мной працюет. А тоже много кто уходил, проходил? Ну, музыкантов я распустил, потому что для музыкантов нема работы, на жаль. Сейчас у меня группа, яка гастролюю, это балет, спевачка, я там, супережиссер, водитель, все. Минимальный директор, адміністратор. А раньше еще были 5 музыкантов. То есть еще и видеоинженер, еще и там, свитовик, еще и... Ну, хлопцев я запрошу, которым сцену готуют, ставят, критую, да, монтаж, там, 6-7 человек, они разово викликают, есть за пост. Да, старший, который их собирает, рассказывает, показывает, привозит. То есть все до минимума зараз, такий час. Филансер, так. То есть такий час. Проревьемся, проревьемся. Так, вопрос от Никифора, Павла. Вас часто плутают с артистом Анатолия Матвійчуком? Да. Не, я совсем не похож на Толю. То Толю, ну, по-перше, у меня шпатлики здоровыми. Иногда там с бобулом было таки, сплутали его мене. Да ладно. Ну, да, типа, что мы выпатлаты, черные, такие здоровые, да. И усы. Не, в усы, нет, бобула, нет. И в Матвійчука нет в усы. А я говорю, какую-то афишу смотрел, какую-то афишу видел. Аблира, а не шиполира, а не шиполира. Но он меньше. Не знаю. Я хочу сказать, я тебе ехала как-то из Тернополя, с концертом. Рано, 7 часа, и думали, кафе вырвати. Думаю, о, мы видим, генделик открытого. Стали к генделикам. Девчатка моя спляет в микроавтобусе. Я весь кафе, тоже такой, неплесонный. Бачу трое хлопцов, ну похмеляются, тоже ждут, пока генделик откроется. Меня побачил, один каже, ай, ай, вы мой любимый, дайте автограф, а я хочу с вами бежить. Я думаю, 7 ранка, я еще не прокинувся, он кричит, дай ему автограф, дай сфотографоваться вам, а мы бежим, доставали. Бачу, что он такой, трошечки, підвипивший, и таких еще два его коллеги, підвипивший, думаю, зараз вяжусь с ними, ой, и назад, назад, назад микроавтобус, мы в другом месте поедем кави попить. Він бежит за руку, вы мой любимый, я вас уволяю, ядар на ноги, падаю, дайте пачку сигарет, якийсь, там, карандаш, напишите автограф. Ну, я ему пишу, думаю, чтобы выставьте, тим карандашом на тей пачку сигарет, я даю, він кричит, братва, у меня автограф, від самого Иго Бобула. Так что, бывают и такие шпитники. Я прокинувся моментально, мне никого не треба балетами, прокинувся девчата, всіх почали ржати, все, нам уже не хотелось нічого, там просто настрял на целый день был классный, супер, залядил в лоб. Так, и вам следующий вопрос тоже скажите, Павло, чи не хотелось вам заменить имидж, что збрити в усо? Збрити в усо категорично. Мне как раз наоснился сон, такий, что меня там где-то в милицию, чего-то прибрали, сепаратисты, я навіть не знаю, ну, какие-то люди в камуфляжах думают форми, форми, и сказали, мы зараз будем смущаться, притки будем тебе робити, и думаю, что же они будут тортать руки, нет, а збритвой приходят в усо, и я холодную поту прокинулся, Боже, не дай Бог, это в этом идей питку, меня же никто не будет познаваться. В усо, это не только краса, там, человеческая моя, это и связок с космосом, я думаю, что это, обовязково, связок с антенкой, а их там тысячи цих антенок, которые туда, Господь, Бог меня посылает, мур-мур-мур-мур-мур, я сидаю, и у меня песни получаются, понимаете, композиторские. Вот что с меня так? Если вы взбрите в усо, я перестану писать музыку. Не знаю. А сколько лет они уже у вас? 16-ти роков, взбрив потім 22-го, я в армию пішов після консерваторії, там всі школа молодого бійця, навеса постригли, и в усо збривали. Я говорю, вы что, не тройте в усо, не положено, в советской архе, я все-таки служил, взбрив, это для меня было, я голый, Вася, я ходил. И второе, это, когда дружиня, уроки в 35, она поехала в Москву, я думаю, что же выкинути тебе на старый Новый Рік, ты вертайся через 2 дни, я тебя зараз устрину без возраста. Дурка! Почему это мне пришло, повипендриваться вот это? То она месяц со мной не спілкувалася, мы шли уже, мы спали в разных кимнатах, она меня не в ліжко не пускала, мы мали поженитись, все вкладывалось в нас, все до того, она сказала, ты другой человек, она не москалька, в хорошем смысле, это слово, от, батьки в ней, сибири. А не полячка? Нет, ну, она в Польше жила, батьки в ней в России, они украинцы, они працювали в Москве, в Варшаве, она жила в Варшаве, вот, ну, вот так вот, визитная карточка, месяц я був в изгнании, из-за того, что я вуса сбрив. А я вам скажу, что на украинской страде был мозговый царство небесных, Николай Петрович, ну, вот Гига, Степан Гига, с вусами, до практичной, я больше из-за странных спиваків, я ее не бачил, что в вусах, то есть, молодняк, не поважаю вусы. Сейчас борода, сейчас модно. А, сейчас бороды, да, пошли, да, а я не могу ни к тем, ни к другим, себя защитить, это же, я молодой зелененький, еще у меня. Смотрится, когда у меня два моего. Все хорошо. Два моего. А что, так и демо, синочек гуляет без проблем, да? Да, я же говорю, цехать, сестя. Молодец. Планируете для записи еще одного трека? Планируем, мы не будем рассказывать, что, вот я за проблем, вам сказали бы, да, шукаем, что, нашли уже, решение шукаем, как запустить, оно будет совсем инше, кардинально, ясно, что не Степ, но, прочтение интересное должно быть. Получится, мы покажем. Не получится, но не получится. Вы попробуем. Идеи, это я, это я, это я, это я, это я. Так, вопрос от Зои Вишневской, смотрите ли Евровидение, если да, то за кого болеете, и хотели бы представить Украину на этом. Да, мы за Негра болеем, мы болеем за Негра. Правильно? Вот Украина, за кого? За Негра, конечно. Я не смотрела, честно говоря, у всех участников, но на рахунок того, чи хотели бы мы представить Украину, конечно, мне кажется, это каждого вокалиста, каждого музыканта, это, ну, наизаповеднейшая мрія, это величезное, ну, не знаю, досягнение и подъем, да, это тебе верит реально вся краина, и ты обличка, да, и ты представляешь на данный момент, на себе, а державу, и ты передаешь весь настрій, всього народу, что сейчас происходит, и это прям предел совершенств каждого музыканта. Я смотрел этот первый полуфинал, когда выступала наша Джамала, это вчера было, я не успел посмотреть, она вчера не выступала, сегодня, а сегодня, сегодня, почему-то думал вчера, и думал, что я не посмотрел, и опоздал. А с первого этапа, что меня так удивило, не знаю, или немного даже расстроило, что из года в год все участники, в принципе, у всех один и тот же текст. Любовь? Да, у всех, в принципе, один и тот же текст, меняешь, просто меняются, как бы, слова там, местами, а в принципе, одно и то же, и музыка, в принципе, вот такая безликая, ну, типа, моя девушка назвала, это же попса, я говорю, попса, ну, хорошо попса, там, Майкл Джексон попса, там, Алла Пугачева, это тоже можно назвать попсой в свое время, вот, Павло Зипров тоже, тоже можно сказать попса, но есть определенный стиль, то есть, не просто чш-чш-чш, а есть же стиль, есть же направление музыки, там, рокеры какие-нибудь, выходили, выигрывали, а когда оно просто, джаз бывает, а когда просто вот, просто вот так вот, чтобы поучаствовать, многие песни, вот, мое личное мнение, на Евровидение, это просто, чтобы, ну, как сказать, мы там были, вот. Розумите, справа в том, что, мабуть, с каждым уроком, изменяются тенденции, и, как же раньше, там, оценивалось Евробачение, это вокальные данные, да, например, выиграла Селиндион, да, яка была, Аба, Аба, ну, Аба, мне кажется, это уже, мабуть, не вокальная, а это была песня, реально выиграла песня, от Аба, там, Селиндион, это был вокал, когда выиграли Лорди, да, из Финляндии, это было шоу, 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 да, вот, и каждого року изменяется тенденция, тому, у Лорди хоть музыка была, они играли вживую на инструментах, все, а сейчас выходят люди, вот, допустим, Лазарев, видел выступление Лазарева, песня абсолютно, ну, там он что-то, про какую-то свою единственную поет, я думаю, это он не про девушку, а про территорию, вот, и сама песня, она вообще никак не запомнилась, запомнился только вот этот видеоэффект, который вот, декорация, а когда Руслана наша была, да, это было реально тоже крутое шоу, вообще, так и оно делалось помощью, и национально, и идея, и оно делалось помощью людей, живых людей, и провели на ванату сцену, и все было круто, а сейчас мы все, все ставят упор на лампочки, больше лампочек, все, больше вау-фактора, все, единственное, что мне кажется, что все же таки выиграют песни, которая будет нести добро и счастье, потому что от всех трагедий, но все не участвуются, люди втомились, не только украинцы, не только россияне, а втомилась вся земля, мне кажется, уже от этого, потому что мы будем помогать добро и счастье, где-то плохо.